МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. 48 машин неотложной помощи. В больнице Республики получили новые автомобили, оснащенные необходимым оборудованием. Массовое отравление в Махачкалинском кафе. Пока что 40 человек. Роспотребнадзор и прокуратура ведут проверки. Копал, копал и раскопал. В Хунзахском районе мужчина нашел предметы средних веков. Массовое отравление произошло в одном из кафе в Махачкале. По предварительным данным, посетители казан-кебаба отравились шаурмой. Пока выявлено около 40 человек. Среди которых 12 детей. Управлением Роспотребнадзора совместно с Республиканской прокуратурой на месте проводится внеплановая проверка. Выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Работа кафе приостановлена. Напомним, массовое отравление в Махачкале случилось и в минувшем месяце. С 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, 57 из которых – это воспитанники детских садов. 48 новых машин неотложной помощи переданы в медучреждения Республики. Автомобили приобретены за счет средств республиканского бюджета и являются универсальными. Они оборудованы тележками-каталками со съемными носилками, что позволяет перевозить лежачих больных. Закупка нового автотранспорта, по словам министра здравоохранения Джамалдина Гаджи Ибрагимова, позволит увеличить объемы оказываемой медпомощи на амбулаторном этапе. Всего же в этом году регион получил 73 автомобиля для оказания неотложной помощи пациентам. Поставок в таких объемах в регионе не было никогда. Мы закупили за счет регионального бюджета на сумму 52 миллиона 17 автомобилей, из них 14 B-класса и 3 автомашины класса C. Помимо этого, то, что вы сегодня видите, закуплено на общую сумму 56 миллионов 64 транспортные единицы для оказания неотложной медицинской помощи. И данные машины сегодня же уедут по районам, городам нашей республики и помогут нашим коллегам в оказании амбулаторно-поликлинической помощи. Ставка земельного налога для субъектов малого бизнеса в Дагестане на ближайший год будет снижена до 1%. Эта тема обсуждалась с премьер-министром Дагестана Артемом Сдуновым на заседании оперативного штаба по развитию экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. В ходе мероприятия депутат Народного собрания республики Муса Мощелиев подчеркнул, что снижение земельного налога окажет ощутимую помощь предпринимателям, позволит сохранить предприятие, тем самым и налоговую отдачу. Премьерам было дано поручение Минэкономразвития подготовить и внести проект нормативного акта о снижении налоговой ставки земельного налога до 1%. На заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики министр промышленности Батыр Имеев призвал не штрафовать магазины за отказ покупателей носить маски. По рекомендации Минпромторга России в ряде регионов введены ограничения, проводятся проверки торговых точек надзорными органами, частые случаи административных штрафов за несоблюдение посетителями режима обязательного использования средств индивидуальной защиты. Поэтому Минпромторг Дагестана предлагает правоохранителям и надзорным органам применять наказание не в отношении руководства магазинов, а самих покупателей, нарушающих режим защиты. В Дагестане нашли средневековые предметы. В Хунзахском районе местный житель во время земляных работ обнаружил средневековый могильник, датируемый 8-10 веками. Мужчина провозил земельные работы, когда наткнулся на древнее захоронение. Он тут же сообщил о находке ученым агентства, после чего археологи прибыли на место. Во время исследования они обнаружили стальной меч, украшения, бусы, браслеты и раковины, которые использовались как денежные активы в Азии и Африке на протяжении 3,5 тысяч лет. В ходе исследования у археологов появилось предположение, что в могильнике хоронили людей в деревянных колодах. Подтверждение теории станет возможным только после глубокой раскопки склепов. Однако без официального разрешения на проведение работ от Министерства культуры России исследование продолжить будет нельзя, поэтому до согласования работы приостановлены. Около 120 пар новой обуви раздали в Дагестане в рамках благотворительной акции проекта «Мы вместе». Раздавали пожилым дагестанцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Обувь предоставили цеха из Махачкалы и селения Дучи на Валакского района. Стоимость общего объема представленной продукции составила около 200 тысяч рублей. Организатором акции выступил благотворительный фонд «Вместе с Можем». По словам представителя фонда Давуда Амирова, подарки стали неожиданным сюрпризом для пожилых дагестанцев. В гуманитарно-педагогическом колледже Махачкалы состоялся молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ». В мероприятии приняли участие гости из разных субъектов Северного Кавказа, как представители религиозных организаций, так и общественных. Выступающие из трибуны эксперты говорили об укреплении межконфессиональных и межнациональных отношений, а также затронули тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организатором этого форума выступил Муфтия Дагестана. Целью данного мероприятия рассказать подрастающему поколению о том, с точки зрения каждой конфессии, как религия призывает относиться к окружающим людям, независимо от их национальной или конфессиональной принадлежности. Что такое уважение друг к другу, независимо от мнения, мировоззрения человека, чтобы мы мирно сосуществовали, чтобы мы не просто терпели друг друга, живя на одной родине, чтобы мы знали, что такое доброе соседство, хорошее, теплое отношение к другим людям, поддержка в трудную минуту и сопереживание. К сожалению, терроризм и экстремизм, который заполонил мир, он сегодня вроде бы ушел физически, но присутствует еще в умах нашей молодежи через интернет-сети. И вот здесь нужно проводить большую работу. Это проводится и всеми духовными управлениями. Машалла, очень хороший опыт можно перенять у духовного управления Дагестана. Они очень часто выкладывают разного рода видео. Мы должны днем и ночью думать о том, что сегодняшняя молодежь – это наше будущее. Чем больше заботы о них, тем больше внимания от них к нам. Сегодня, когда на Западе пытаются оправдать оскорбляющее чувство миллионов мусульман карикатуры на пророка Мухаммада, студенты гуманитарно-педагогического колледжа решили почтить память пророка и день его рождения. В актовом зале колледжа студенты и преподаватели факультета дизайна представили свои работы, посвященные месяцу Рабиуль-Аваль. Отделение существует в колледже уже много лет, но знают о нем немногие. Таким образом, демонстрируя свои рисунки, факультет решил дать о себе знать. Мероприятие посетило руководство ДГУ, представители других вузов, преподаватели и студенты колледжа. Понравившуюся картину мог купить любой желающий. Все собранные деньги были переданы подопечным фонда Инсан. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин